Время справедливости Глава Чувашии Михаил Игнатьев и вице-спикер Совета Федерации Федерального Собрания России Николай Федоров провели встречу со студентами юридического факультета Чувашского государственного университета. Спастись от гололедов, министр транспорта и дорожного хозяйства республики оценил подготовку подрядчиков к зимнему периоду. В числе лучших 9 школ Чувашской республики вошли в топ 500 школ страны. Сотни российских вузов ежегодно выпускают десятки тысяч юристов, однако востребованность в них по-прежнему большая. И в рейтинге самых популярных профессий эта специальность занимает лидирующие позиции. И все же, выбирая путь служителей Фемиды, многие студенты даже не предполагают, как сложится их профессиональный путь. Будущую карьеру выпускников юридических факультетов вузов республики обсуждали сегодня в Чувашском государственном университете. В дискуссии участвовали глава Чувашия Михаил Игнатьев и первый вице-спикер Совета Федерации Федерального собрания России Николай Федоров. Студенты – народ любопытный. Не часто к ним приходят гости такого высокого статуса. Спросить хочется о многом, но еще больше хочется послушать. Николай Федоров – выпускник казанского юрфака, экс-министр юстиции в правительстве Бориса Ельцина. Знает о профессии немало. В свое время, как и студенты, сидящие в этом зале, сделал свой выбор в пользу юстиции. Особенно правовые знания ценятся на государственной службе. По данным Чувашстата, на территории республики в государственных органах работает около 6 тысяч человек с юридическим образованием. Такие цифры не могут не радовать. Конечно, от способности юриста зависит по карьере, как он будет двигаться. По квалификационным соответствующим требованиям, по другим направлениям. Поэтому пожелание одно, хотя об этом вам говорят преподаватели, профессора, родители. Учиться надо. Учиться, получая качественные знания, для того, чтобы получить на самом деле свое удовлетворение от работы. Главу республики поддержал Николай Федоров. Если специалист планирует нести государственную службу, он должен приступить к ней подготовленным, с полным багажом знаний и умений. К нам должны приходить люди обученные, воспитанные и обученные. Поэтому давайте быстро, форсированно пройдите этот путь. Амбиции надо проявлять в рамках тех ценностей, о которых я говорил. И добро пожаловать в том числе и к нам в Совет Федерации. Работы интересные, зарплаты высокие. Осталось время и для вопросов, ответов. Будущих юристов интересует законотворчество в области молодежной политики, образования, социальной сферы, правовой механизм поддержки общественных инициатив. Ведь время вносит свои коррективы даже в жесткие рамки законов. Анастасия Алексеева, Андрей Спиридонов, Республика. Экопоселение Ясно в Чебоксарском районе и комплекс Амазония в парке 500-летия Чебоксар. Эти объекты оставляют основу масштабного туристического проекта «Этническая Чувашия». На каком этапе строительства они находятся, говорили сегодня на заседании рабочей группы. Выставочные павильоны, музеи под открытым небом, гостиницы и многое другое. В недалеком будущем в Чувашии должны появиться любопытные для туристов объекты. И все это в рамках проекта «Этническая Чуваша», который вошел в федеральную целевую программу по развитию внутреннего и въездного туризма в России. Только вот строятся объекты с отставанием от намеченных сроков. Речь пока идет об инфраструктуре. Если по Амазонии, которой занимается иногородний подрядчик, вопросов практически нет. То вот по поселению Ясно, где работает Чуваш-Автодор, многое пока не ясно. На территории этноколоколыцкого комплекса, я знаю, где идет строительство трансформы инфраструктуры. Я хочу сразу сказать, здесь, конечно, под теми причинами сегодня, я думаю, идет задержка по строительству. То есть фактически там я заметил только выливать землю. И на этом пока она стоит, хотя уже к концу ноября объект должна быть раздаваться. Дорогу в комплексе Ясно строит местный подрядчик. Месяц назад я был на объекте, мы обсуждали те же темы, продолжение работы. Сегодня, я так понимаю, за месяц ничего не сделано. Павел Викторович, можете что-то пояснить? Техника действительно с весны снята в связи с тем, что отсутствуют материалы. Мы найдем поставщика песка, однако по процедурным вопросам, тендерам так называемым, мы сейчас не можем этого поставщика песка обозначить победителем. Проводится перетендировка. Неужели в республике не хватает песка? Засомневался председатель кабинета министров. Вряд ли это можно считать причиной срыва сроков. Вы нас погружаете в рутину своей хозяйственной деятельности, не ориентируя на результат конечный, мы его получим или нет. У меня, потому что большие сомнения. На то, чтобы сомнения развеять, они, кстати, есть и по поводу освещения объектов, у подрядчиков осталось пара месяцев. В противном случае под угрозой окажется освоение федеральных средств. Правительство республики просто вынуждено будет их вернуть, что весьма нежелательно. Ольга Пыречкина, Расиль Мухаммедов, Республика. Нарожники республики активно готовятся к морозам. Подрядные организации сейчас запасаются специальными смесями и испытывают технику. Ход подготовки к зиме под свой личный контроль взял и вновь назначенный министр транспорта и дорожного хозяйства. А сегодня Владимир Доброхотов проинспектировал работу пескобаз. Вместе с ним на проверку отправились и мои коллеги. Эта пескобаза обслуживает самый сложный участок. Только за сутки его преодолевают более 40 тысяч автомобилей. Готовиться к зиме здесь начали летом. Причем техника уже прошла испытания гололедом. Минувшие выходные и дорожные машины круглые сутки обрабатывали трассу специальным песчано-солевым составом. Сейчас эта база оснащена самой современной техникой. Устройством распыления песка водитель управляет из кабины прямо на ходу. Эта машина оборудована и универсальным ковшом. Двигатель стоит на КДМК сразу, гидравлическая система. Пульт управления из кабины. Просто едем из кабины, управляем лужком, подсыпалкой, поворачиваем куда надо направо, налево. И все просто. И добавляем смесь концентрации на квадратный метр от 20 граммов до 300 граммов. К зиме готовят не только технику, но и специальную смесь. Сейчас республиканские трассы обрабатывают реагентами, солью и песком. У нас по республике 20 пескобаз. Из них ровно 19 уже полностью готовы к зимнему содержанию. Наглядно продемонстрировали сегодня в целом объем песка соляной смеси, спецтехнику. И в целом сейчас максимально будем усиливать работу по 100% оснащению объема песка соляной смеси по всей республике, по всем нашим дорожным предприятиям. И будем заниматься как бы в целом на местах проверять готовность всех наших служб. О проблемах говорили на совещании. Пока песко-соляную смесь заготовили не все. В список отстающих попала и компания «Чуваш-Автодор», которая обслуживает более тысяч километров. Проблемы видим по отставанию от тех задач, которые мы поставили подрядчикам. Это отсутствие оборотных средств. И, как обычно, готовь сани летом. И, к сожалению, это не всегда срабатывает с нашими подрядчиками. Если подрядчики не успеют подготовить смесь в отведенный срок и в нужном объеме, то на них наложат крупные штрафы. Суммы доходят до 300 тысяч рублей невыполнение взятых на себя контрактов. Подготовиться к зиме полностью и заготовить необходимое количество материалов подрядчики обязаны до 1 ноября. Хотя погода может внести коррективы в планы дорожников. Метеорологи прогнозируют понижение температуры на следующей неделе. Дмитрий Ковалев и Сергей Рябчиков. Республика. Миноборнауки России совместно с Московским центром непрерывного математического образования составили список лучших школ страны. 9 республиканских школ вошли в 500 лучших среди более чем 55 тысяч средних учебных заведений страны. В этом году рейтинг составляли не по итогам ЕГЭ, а по результатам экзаменов, которые сдают девятиклассники. Заслуженные места в рейтинге ежегодно занимают Чебоксарские 3-й и 4-й лицеи, 1-я, 4-я и 5-я гимназии, а также Новочебоксарская 6-я гимназия. В этом году в список лучших также вошли 44-й лицей и школа номер 61 столицы республики и 18-й лицей города Спутника. 139 позиций в рейтинге занимают московские школы. Это лучший результат. Кроме Белокаменной в рейтинге лидируют учебные заведения Санкт-Петербурга. Физико-математические лица из Северной столицы возглавил ТОП. В списке лучших также школы Татарстана, Челябинска и Московской области. Награды и гранты за призовые места не предусмотрены. Рейтинг – своеобразный итог работы школ страны за учебный год. Лепка, живопись, графика – предметы, которые традиционно преподают в художественных школах. Но в одной из них в столице Чувашии к списку добавили новую, очень интересную дисциплину. Какую – узнаем в нашем следующем сюжете. Что такое векторная и растровая графика, что означает динамический диапазон и оптическая плотность. На эти вопросы знают ответы ребята, которые занимаются в Чебоксарской детской художественной школе искусств. Для многих из них компьютер стал не просто развлечением, а любимым делом. С помощью взрослых учащиеся осваивают новые программы и даже пытаются рисовать мультфильмы. Планируем сделать мультик. Я черпаю вдохновение из других мультиков. Я выбрала анимацию, она мне очень нравится, потому что до этого я не умела фотошопить, а теперь я почти всему умею. Но все равно мне нужно учиться. Интерес к занятиям такого рода проявляют и особенно и дети. Те, кто по состоянию здоровья, не может посещать художественную школу. В режиме онлайн ребята занимаются не только компьютерной графикой, но и лепкой и рисованием. Дистанционное образование для таких ребят – это выход в большой мир. При помощи дистанционного обучения неважно, инвалид ребенок, может он прийти к нам в школу, может ли он заниматься на уроках именно в это время, и он будет развиваться также наравне с другими детьми. Пока такой компьютерный класс один единственный в республике. Но в школе надеются, что их примеру последуют и другие центры дополнительного образования. Татьяна Леонтьева, Олег Якимов, Республика. 12,5 тысяч километров на велосипеде проехал чувашский путешественник Никита Васильев. За 14 месяцев он объездил весь Кавказ, побывал в Дагестане, Армении, Узбекистане. Что необходимо, обязательно взять в велопутешествие узнавала Екатерина Куприна. Как мы, девушки, собираемся в путь? Берем с собой все самое необходимое. А это три пары туфель, четыре платья, джинсы, а к ним несколько кофточек и, конечно, косметичку размером с чемодан. Что же реально пригодится для поездки? У путешественника-исследователя Никиты Васильева ответ простой. Главное взять в дорогу голову, руки и ноги для велопутешественника. Остальное все можно найти, то есть без проблем. Глядя на этого молодого человека и не скажешь, что за его плечами тысячи километров дорог, множество знакомств, ночевки в палатке. Еще в детстве Никите подарили атлас всего мира, и все свободные минуты мальчишка изучал карты. Собственно, этот подарок и определил его сегодняшнюю судьбу. Начинал я с автостопа, как закончил школу, я поехал на Украину, Белоруссию, объездил все эти страны. Потом вернулся, поступил в педагогический университет на географа, служил в армии, потом снова восстановился в университете. Но все-таки дорогу она зовет, и по моей географической специальности это большая практика для меня. Кавказское путешествие стало подготовкой к масштабной поездке в Казахстан. Примерный маршрут уже разработан. Обязательно побывать в малоизвестных чувашских селах и деревнях, жители которых хранят свою самобытность, объездить весь Казахстан, Башкирию, Оренбургскую область, а дальше на границу и в бескрайние степи Казахстана. К такой поездке Никита готовится серьезно. Берет с собой палатку, спальник, несколько ножей, у путешественника есть привычка их терять, котелок и атлас дорог, без которого так легко заблудиться. Хотя и без карт можно обойтись, всегда есть возможность просить дорогу у людей. Самое главное правило – не делай другому того, чего себе не желаешь. И поэтому никого негатива абсолютно не встречал. Все доброжелательно. Люди приглашают гостя, останавливаются на машине, меня прям подрезают, узнают, откуда я, что куда еду. И бывает прям дня на три, на четыре у них остаешься, потому что им интересно, ты им рассказываешь что-то. И также ты познаешь культуру народа, сам быт народа, язык. В планах у Никиты стать учителем географии, причем в основу уроков ляжет его опыт путешествий. А пока погода благоприятствует, синоптики обещают потепление к середине недели. Чувашский путешественник собирается в долгий путь. Нужно выехать до наступления зимних холодов. Каким он вернется домой, узнаем через два года. Екатерина Куприна, Игорь Зверев, Республика. На железнодорожном переезде в Чебоксарах водитель автомобиля ВАЗ, нарушая правила дорожного движения, решил выехать на переезд и столкнулся с тепловозом. Как сообщает МВД Чувашии, пострадавших в аварии нет, разве что разбитая легковушка, ставшая похожей на груду металла и несколько царапин на поезде. Машинист 30-ти вагонного состава, заметив машину, применил экстренное торможение. Но для такого тяжеловеса остановиться за короткое время физически невозможно. Водитель 14-й, 21-летний молодой человек и машинист тепловоза были трезвыми. В четверг в национальном телевидении Чувашии стартует новый проект «Зажги». Вместе с газетой МК в Чебоксарах мы решили отыскать настоящую звезду. На кастинг проекта «Зажги» пришли сотни мальчишек и девчонок. Одни занимаются в кружках и студиях, другие – самоучки. Номера отрепетированы сотни раз, костюмы переливаются всеми цветами радуги. Улыбки волшебным образом появляются в момент выхода на сцену. Здесь каждый уже чувствует себя звездой и готов поделиться секретом отличного выступления. Чтобы хорошо выступить, нужно хорошенечко распеться. А чтобы распеться, лучше сначала проснуться, попить водички, сходить помыться и долго разговаривать с кем-нибудь. Или сама собой, или как-нибудь еще. А если не с кем, просто поешь морковку, она очень хорошо открывает гор, раскрывает связки. Скажи, чувствуешь себя звездой? Да, чувствую. А как это, чувствовать себя звездой? Что ты чувствуешь? Я чувствую, что я молодец, что я очень красиво спела. За кадром суета и всеобщее волнение. Причем неизвестно, кто переживает больше – участники проекта или их родители. Ну, безусловно, родители. Конечно, родители. Такой мандраж, знаете. Долго учили песню? Ну, на самом деле, мы эту песню разучивали в школе, а специально не готовились. Ну вот, совершенно случайно узнали про этот проект, решили выступить, попробовать. Конкурс проходит по двум направлениям – вокал и хореография. Самым юным участникам – 7 лет, старшим – 16. Где же ты, моя любимая? В жюри конкурса знаменитые чебоксарские вокалисты, танцоры, педагоги. Их задача – разглядеть настоящую звезду. Проект «Зажги» состоит из нескольких отборочных туров. Жюри выберет лишь 10 финалистов. О каждом из них мы подготовим отдельный репортаж. Узнаем, как живут, где занимаются, о чем мечтают самые талантливые ребята республики. Завершится проект грандиозным галоконцертом и награждением победителя. Проект «Зажги» будет выходить по четвергам в 20 часов 30 минут. Следите за тем, как зажигаются настоящие звезды, только в эфире национального телевидения «Чувашии». О спорте. В Минспорта Республики и волонтерский центр «Чебоксар» начинают набор волонтеров, которые будут работать во время командного чемпионата мира по спортивной ходьбе. Он пройдет в столице республики 7 и 8 мая 2016 года. Кандидаты в добровольцы должны пройти отбор, заполнить анкету и прийти на собеседование. Единственное ограничение – возрастное. 16 лет для чебоксарских ребят и 18 для иногородних. Всего 250 юношей и девушек смогут принять участие в спортивном мероприятии. С 1 апреля они пройдут обучение. Заполнить анкету можно в группе волонтерского центра города Чебоксары «ВКонтакте» до 10 января. Воспитанница республиканской спортшколы по самбо и дзюдо Эдера Лаврентьева завоевала бронзу первенства мира по самбо весовой категории до 48 килограммов среди юниорок. Вера Латкова стала первой соревнованием девушек первенства мира по самбо проходила в Риге. По результатам соревнований российские спортсмены завоевали 25 золотых наград, одержали убедительную командную победу. Это все новости. Я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова